У рыбаков от Раусской области началась весенняя путина. В этом году лов рыбы в регионе ведется на реках Урал и Кигач, а также в прибрежной части Каспийского моря. Установленным лимитом от Раусским рыбакам предстоит заготовить свыше 30 тысяч тонн рыбы. Сейчас на одном из тоневых участков на реке Урал находится наш корреспондент Виктор Сутягин. Он на прямой связи со студией. Здравствуйте, Виктор. Расскажите нам, каковы особенности весенней путина этого года? Здравствуйте, Злиха. Первая особенность весенней путина этого года в том, что затяжная весна внесла свои коррективы в ее начало. А от ледяного покрова Урал освободился достаточно поздно. Поэтому к промыслу рыбаки приступили лишь в конце марта. В этом году право участвовать в лове получил 21 рыболовецкий коллектив. Промысел будет вестись на реках Урал и Кигач на 35 тоневых участках. Часть коллективов, имеющих морские суда, выйдет в прибрежную зону Каспийского моря. Лимит на вылов рыбы в Урале 6100 тонн, Кигач 4500 тонн и почти 21000 тонн планируется заготовить в море. Сейчас мы находимся на одном из станевых участков. Рядом со мной председатель производственного кооператива имени Мангельды Мурат Амиргалеев. Мурат, каковы особенности путина этого года? Какая рыба попадается в снасти? Сколько человек приступили к путине? И каковы ожидания вашего коллектива на этот сезон? Погода еще холодная и рыбы мало. Но при одном затонении сейчас мы вылавливаем около 300 килограмм рыбы. Это вобла, лещ, сазан, сом. На тоневом участке у нас работает где-то около 120 рыбаков. В морском участвует 300 рыбаков. В этом году мы получили лимит 50 тонн. И до конца года мы его полностью освоим. Спасибо. Всего же в Путине в этом году принимают участие около 3000 атераусских рыбаков. В общей сложности им предстоит заготовить свыше 31 тысяч тонн рыб. В основном это вобла, судак, сазан, лещ, жерех, сом и щука. Промышленный лов знаменитых каспийских осетровых, севрюк, белук, осетров и шипа не ведется. В связи с сокращением их популяции наша страна ввела моратории на их добычу. Остается добавить, продлится весенний Путина в Уралокаспийском бассейне до 9 мая. После этого вступает запрет на промышленный лов, чтобы рыба смогла пройти в верховье рек на нерест.